здравствуйте меня зовут ксения сегодня расскажу вам несколько интересных фактов из мира географии первый факт эверест это не самая высокая гора на планете мы с вами привыкли думать что гималайский эверест самая высокая гора на земле и это действительно так если рассматривать высоту от уровня моря но если заглянуть под воду то эвереста есть конкурент это гора вернее уснувший вулкан находится на гавайях на острове гавайи и называется мауна кея по гавайски это означает белая гора над водой возвышается небольшая ее часть около 4 километров и по этой мерке это гора средней высоты но вот если взять высоту горы от морского дна то насчитывается чуть более 10 километров а это на целый километр выше чем эверест и еще гора мауна кея это замечательное место для астрономических наблюдений одно из лучших на планете поэтому там построили несколько обсерваторий второй факт пустыне может выпасть снег самая большая жаркая пустыня на земле это сахара который находится в африке температуры там достигают 58 градусов по цельсию в среднем составляет около 30 но вот ночью может быть заметно холоднее до 13 градусов тем не менее там конечно очень тепло однако за историю метеонаблюдений было несколько погодных аномалий когда в пустыне не просто шел снег но даже некоторое время лежал последний раз это было в 2018 году когда снег продержался в пустыне несколько часов третий факт одно из самых длительных извержений вулканов за последнее время делась более 30 лет на гавайских островах много интересных вулканов среди них есть потухшие и есть действующие один из них называется килауэ что в переводе с гавайского означает сильно растекающийся выплескивающийся и этот вулкан полностью оправдывает свое название за его историю было много извержений последний из них началось в 1983 году а несколько затормозилось только в году 2018 четвертый факт стамбул расположен сразу в двух частях света части света это исторически сложившиеся регионы земли они включают материки их крупные части и острова это америка австралия океания европа азия антарктида и африка есть страны которые расположены сразу в двух частях света самый яркий пример наверное россия 23 процента нашей территории находится на европейской части а остальное от урала до дальнего востока принадлежит территории азии а есть и город который расположился сразу в двух частях света это турецкий стамбул он находится на берегах пролива босфор и его европейская и азиатская части соединены с помощью туннелей и мостов пятый факт соль в морях и океанах это признак их давней истории на самом деле небольшое количество соли есть и в пресных водах потому что любые воды на дне соприкасаются с различными минералами но соли там конечно гораздо меньше в 70 раз меньше чем в водах морских соли из пресных вод с водными потоками реками и ручьями сносятся в моря и океаны оттуда вода испаряется и выпадает на землю в виде осадков а соль остается и так за миллиарды лет моря и океаны изрядно засолились шестой факт на свете есть море без берегов звучит как сказки но на самом деле без берегов морем является самое большое море на планете саргасова она находится в атлантическом океане а берегов у него нет потому что со всех сторон она ограничена океаническими течениями на западе гайп стримом на севере североатлантическим течением на востоке канарским а на юге североатлантическим экваториальным течением седьмой факт сама природа строят колонны в пещерах сталактиты и сталагмиты это уникальное явление природы часто вода просачивается в пещеры и капает сверху капелька падает вниз а вот остатки минералов которые были в воде задерживаются на потолке и со временем там вырастает каменная сосулька сталактит а вместе куда вода капает образуется сталагмит два этих образования растут навстречу друг другу и в конечном итоге через тысячи лет получаются уникальные и очень красивые колонны восьмой факт нил течет в сторону отличную от направления течения большинства других рек на планете большинство рек на земле текут с севера на юг подчиняясь силам земного тяготения и силе тяжести поток речной воды стремится с точки с большей высоты над уровнем моря в точку с меньшей высотой над уровнем моря а вот знаменитый древний нил течет с юга на север вообще нил уникален многим например тем что долгое время считался еще и самой протяженной рекой на земле сейчас самый протяженной рекой считается амазонка девятый факт отправившись на аляску можно совершить путешествие во времени связи с тем что земля вращается вокруг своей оси день и ночь в разных частях планеты наступают в разное время поэтому планета поделена на часовые пояса и в каждом регионе используют слой между россией и америкой на аляске есть два удивительных острова которые разделяют всего 4 километра а вот разница во времени между ними 21 час остров большой диамид принадлежит россии и там используют камчатское время а остров малый диамид принадлежит сша и там используют время аляскинская поэтому если двигаться с русского острова на американский можно не только пересечь границу между странами но и оказаться во вчерашнем дне поэтому малый диамид часто называют остров вчера а большой диамид назвал от остров завтра